Тайны шишковидной железы, древние знания и современные исследования. Современная наука уделяет мало внимания шишковидной железе, однако древние культуры считали ее жизненно важным органом, связывающим физические и духовные миры. Современные исследования подтверждают эти древние убеждения, раскрывая скрытый потенциал этой загадочной части нашего мозга. Шишковидная железа, также называемая третьим глазом, представляет собой небольшую конусообразную структуру, расположенную в центре мозга. Она вырабатывает мелатонин, гормон, регулирующий сон, бодрствование сезонной функции. Тысячи лет назад древние египтяне почитали шишковидную железу как источник мудрости и духовного просветления. Они считали, что она выступает в качестве портала между физическими и духовными мирами. Мы, кстати, вот тоже говорили про нее. То, что это вот... Она почиталась там и... И как-то она там... Ой, спасибо большое сейчас. Эндрю Старина прислал донат. Сейчас я вот расскажу про шишковидную железу и отвечу. Что она имеет священную какую-то вот функцию сакральную. Ну, здесь гипоталамус. Вот она, да, гипоталамус, гипофиз, гипоталамус. Сегодня ученые обратились особое внимание на шишковидную железу. Исследования показали, что ее активация может вызывать ощущение эйфории, единства и расширения сознания. Некоторые исследователи считают, что она может быть связана с астральной проекцией, дистанционным наблюдением. США и СССР предположительно проводили секретные исследования шишковидной железы. Ученые Стэнфорда наблюдали, как человек, находясь вне своего тела, точно описал кольцо вокруг Юпитера, которое позже было подтверждено космическим кораблем «Пионер-10». Любопытно. Это очень любопытно. И смотря на древние знания и современные исследования, потенциал шишковидной железы остается в значительной степени нереализованным. Есть предположение, что вторить натрия, содержащийся в питьевой воде и зубной пасте, каким-то образом подавляет ее функцию. Некоторые исследователи считают, что активировать шишковидную железу можно с помощью йоги, медитации и употребления определенных продуктов, таких как куркума и имбирь. Эти практики, по их мнению, могут помочь повысить уровень мелатонина и способствовать духовному росту. Любопытно. Любопытно. В общем, ученые пока не знают, чем она связана, потому что действительно есть поверье, что это именно третий глаз, и с помощью шишковидной железы мы можем творить многое.